Аэрофлот планирует убрать кресла бизнес-класса на бортах 9 самолетов Superjet 100, дочерней авиакомпании Россия, точнее не убрать, а заменить их на кресла класса эконом, объясняют, сможем перевозить больше пассажиров, и это действительно так, поскольку в бизнесе возможно разместить только 12 человек, а в экономе на тех же самых местах вдвое больше 25, но стал бы я вам рассказывать эту историю, если бы в ней все было. Было так просто, и вот сейчас мы подошли к самому главному, а знаете ли вы, в какую сумму Аэрофлоту данная затея встанет? Три, два, один, в 330 миллионов рублей. Чего? Да, ребята, вы не ослышались, 330 лямов, чтобы частично поменять кресло в 9 самолетах, там по 5 рядов в каждом лайнере, получается. Наиболее дотошные мои зрители даже подсчитать успели, что каждое из кресел обойдется авиакомпанией, которая принадлежит государству на минуточку, так вот, каждое из кресел обойдется в полтора миллиона. Знаешь, звучит как ахренная идея! И мне, вы знаете, тоже хочется спросить, ребят, вы там в Аэрофлоте не охренели? Что за кресла такие полтора миллиона за штуку, а ничего, позолоченные? Или обтянуты кожей инопланетян полтора ляма, нифига себе! Я вам скажу, что в среднестатистическом российском городке с населением в 100-200 тысяч человек на эти деньги квартиру можно купить однокомнатную, вот, пруф и, пожалуйста, Красноуфинк, Свердловская область. Например, мне не верите, спросите у Яндекса, ага, а вот Аэрофлотовский менеджмент на кресло эконом-класса собрался потратить столько же. И все делают вид, будто так оно и должно быть еще раз. Не охренели? Я понимаю, что речь идет о государственной авиакомпании, где все вокруг народное, все вокруг ничье, ну, елки-палки. Совесть-то надо иметь, уже ведь в наглую тащат все, что не приколочено, и это опубликовали десятки государственных и около государственных СМИ, между прочим, но ни одно. Подчеркиваю, ни одно не поставило вопроса о явно завышенной цене. Обалдеть, как за какой завышенной? Зато все патриоты, блин, это реальная журналистика. Куда идем мы с пятачком? Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Власти в это время обсуждают увеличение налоговой нагрузки на граждан. Для тех, кто упустил этот момент из виду, рассказываю. Сразу после триумфального переизбрания нового старого президента Владимира Путина, правительство приступило к реализации его февральского поручения модернизировать шкалу прогрессивного налогообложения. Вот так вот хитро эту историю завуалировали, теперь переведу на понятный. Идея заключается в том, чтобы уже с 1 января 2025 года повысить ставку налога на доходы физических лиц, то есть всех нас до 15%, сегодня россияне отчисляют 13%. Посыл понятен. Россия находится под санкционным давлением, экономика по многим ключевым отраслям просела. Нефти мы теперь продаем гораздо меньше, чем раньше, их с большим дисконтом, между прочим, да не только нефти. Вся ресурсная индустрия страдает, короче, денег нет, но их где-то надо взять, а где правильно, у богатых российских нацу граждан, то есть. Предлагаю подумать, продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы. И напротив, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи, в том числе за счет вычетов. Сомнительно, но окей. Тем, кто ни черта не смыслит в экономике, данное предложение и правда может показаться справедливым, ну конечно. Кто больше зарабатывает, тот и налогов должен платить больше, ура, все правильно, к тому же пропагандисты со своим враньем уже подключились, налог для богатых, такими заголовками пестрят теперь издания сказочников. А богатых в России, как известно, не очень любят, поэтому общество на данном этапе даст стопроцентный одобрямс, я думаю. Вот только хочу все-таки вернуть вас на землю, друзья. Большинство из вас ведь как думает? Нагнут толстосумов, да и хрен бы с ними, не похудеют, но есть один нюанс. Толстосумом в данном случае является как раз ты. Вот теперь изюм начинаем пробовать, потому что увеличение ставки НДФЛ коснется граждан с доходом всего-навсего. В 1 миллион рублей в год это 80 тысяч в месяц, так понятнее. Семен, Семен, ну что вы? Нет, 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 вот ты не спеши выдыхать, там еще одна загогулина, потому что имеется. Ты же, по-моему прочего, думаешь, что твоя-то зарплата 50 тыр, который ты получаешь на руки, поэтому тебя оно точно не коснется. А вот и не угадал, твоя зарплата это то, что начисляется по ведомости. До вычета оттуда всех налоговых и неналоговых платежей, ну там сот, фонд, фонд обязательного медстрахования, понимаешь. Да, вот теперь бери калькулятор и считай. Это на руки ты получаешь 50 тысяч, а на самом деле твой доход как раз вот туда. За 80 получается, ну правильно, нет, складывай на калькуляторе. Так что не прячьте ваши денежки по банкам и углам, готовьтесь, дорогие. Теперь вы знаете, что вы богатее толстосумы и платить будете, исходя вот из этой парадигмы. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. А вот реальные толстосумы, подозреваю, даже какие-нибудь льготы, скорее всего, получат. Ну а как вы хотели? Взять, скажем, Абрамовича, например, бедный несчастный бизнесмен, который и так под санкции попал. Счета у него за бугром арестовали, недвижимость, предприятия убытки несут. Чувак недоедает буквально. Ну неужели этого сироту еще и свои налогами добивать станут? Ну это же как-то бесчеловечно, что ли, почему? Ну вот помяните мое слово «эти» на самом деле. Получат целый вагон льгот и не будут платить ничего. Но самое печальное здесь другое. Знаете что? Что я в этой мысли совсем не одинок. Лично у меня нет сомнений, что богатые, простите, отмажутся от роста налогов, как они это делали неоднократно. На деньги попадут те, кто работает, кто платит ипотеку, пытаются повысить уровень жизни своих семей. Это печально. Впрочем, даже не это самое обидное. Возвращаемся к тому, с чего начали, если бы те деньги на пользу пошли. На развитие страны, например. На поддержку там малого и среднего бизнеса. На создание новых рабочих мест и бла-бла-бла. Не знаю. На строительство новых детских садов, школ. Но нет же. Мы этими деньгами будем оплачивать хотелки вороватых менеджеров аэрофлота, которые кресла по полтора миллиона покупают. Мы этими деньгами будем компенсировать увеличение расходов на всяких негодяев вроде Соловьева, которые мало того, что паразитируют за наш счет, таки еще и нас же оскорбляют. Некто Хасан из Татарстана. Уже если кто крутит, то с ежёб. Такая ты, лакей-путиной. Ты, м***ь. Ты, м***ь, за кого ты? Ты, не позорь, Татарстан. Кто как обзывается, тот так и называется. Или у пырьков, типа Калагриова содержать. Будем всю неделю. Только и разговоров, что об этом чудике во всех СМИ. Шут, поймавший звезду, нажрался в одном из новосибирских ресторанов. Причем нажрался до такого состояния, что начал на людей бросаться. Официантку покусал. Вы не ослышали. Человека покусал от мороза. А не дурно получилось. Надо бы придумать название. Дичь. А потом стоял в суде сопли на кулак наматывал. Мол, простите, у меня случилось помешательство, депрессия на меня напала. Я больше так не буду, дяденьки и тётеньки. Думаю, что я просто устал очень сильно. От чего? Я честно так скажу. От графика, от эмоций, от вообще в принципе своей жизни. Но я надеюсь, что я всё это исправлю в ближайшее время. Вот я понимаю, горячительная, высокий градус. Но зачем ногами официантку-то закусывать? Это было случайно. Я, честное слово, я был не в себе. Сильное заявление? Нет. И ради содержания вот этого хорька, в том числе, на нас налоговую нагрузку увеличить собираются? А не пошёл бы он куда подальше, кстати. Почему этот гражданин в армии до сих пор не служит? В прошлом году, насколько мне известно, подняли планку призывного возраста до 30 лет. Мальчонке 29, какого тогда? Он шляется по кабакам от безделья, бросается на людей, кусается, как собака. Нечем человеку заняться, у него депрессия. Даже случилось по этому поводу, так пускай поедет в родине, послужит. Долг отдаст обществу, как все нормальные мужики. Не охуяем. Я не говорю, что его на фронт надо отправить. На фронте от таких толку мало. Он дурной проблем лишь создаст. Но в вооружённых силах есть чем заняться и не на фронте. Да в конце концов, альтернативная служба у нас предусмотрена. Ну, вдруг каким-нибудь больным немощным окажется. Кустютки в госпитале за ранеными в носе тоже нужное дело. Да и мозги там заодно на место поставят. Ещё раз подтвержу, что я находился в несколько неадекватном состоянии. И я думаю, что это была истерика, скорее. Это была истерика, и это была такая слабость эмоциональная. Видимо, алкогольный зал что-то. Может быть, я что-то услышал. Да ладно, хуй с ним. Пошло всё в пи***ду, сколько можно. Ладно, всё, не хочу продолжать. Разозлился чего-то. Переваривайте пока услышан. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Оно помогает по движению видео. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем, обсудим. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok